здесь вот магазин раньше был перекресток здесь как раз я в отрадном была там вот рынок в отрадной как раз сам город я по-моему первый или второй раз приехала меня Женька здесь потерял вернее я потерял его я тут были другие фотографии я их фотографировала а Женя зашел в магазин в магазине двери стеклянные были я думала он просто пойдет погреется осень была поздняя холодно смотрю его не видно там я думал он ушел я не знаю где я нахожусь где находится дом то есть его родители где вообще чё как я вообще была в страхе не знаю куда ехать помню что возле какого-то магнита там находится дома сколько их там в городе неизвестно вот я прям не знал куда деваться и думаю такси вызывать здесь кстати скверик а там фонтан да Жень был его сейчас нету что ли Жень фонтан не работает здесь может быть свет по весне пойдем а ну там немножко он видно кстати выемка какие-то вон там лавочки видны вот я уже хотела сесть в такси думаю за 1000 рублей у меня как раз довезет может быть до дома и тут ни улицы не знала ничего не знала помнишь и я бегаю туда-сюда не знаю куда бежать какую вообще сторону и боюсь будет а еще темно было уже вечер темно то есть не светло вообще это в таком страхе была и тут Женя выходит и я прям вообще с ума она чуть не сошла в магазине оказывается гулял по магазину там я думаю просто зайдет погреется пока я фотографирую а так вы представляете я уехала оба на такси вообще не нашли друг друга потом телефон тогда были но не настолько не знаю почему-то я не догадалась тебе позвонить или может я звонил ты не брал трубку не знаю даже и может я был выключен вот автобус там все с музыкой ездят музыкальные все мороженое кстати снимали по прошлом году что-то не вспоминается елочки елочки а здесь тоже школа даже а ну вот эта вот школа вот я помню вторая вот и третья где-то здесь даже как самаре есть такие же одинаковые улицы улице ленина у нас проспект ленина мичурина улица какая гагарина по-моему да гагарина улица или победы по-моему эти мне кажется улицы как во всех городах одинаковые по-моему даже сочи есть улица 1900 какого-то года там или 8 марта улица здесь как раз этот сквер находится за как как его забывали как его называют дом то господи не торговый центр он а как он дк дк к культура мне уж там была она на площади на площади помнишь мы с тобой масленица что ли было шашлык ели рублей сто что ли он стучит так дешево а такой вкусный оказался очереди конечно тоже много людей не так как самаре самаре на масленицу помнишь мы были прошлом году что ли когда как-то раз были на площади у нас такая через день была там блин не стоять до вечера смысла нет дома поешь блины так еще не бесплатно по моему там за деньги и я или может бесплатно стоял такая очередь помнишь я иду с женькой ни одна я иду сейчас поздоровался привет скажи молчи что ты как будто сама с собой болтаю то с камерой разговаривать то сама собой наташ пойдем гулять да нет я не хочу ты иди а я тебя догоню ну ладно пошла гулять ты сиди дома я пойду гулять по магазинам сейчас похожу да ты все время в раздумьях да Женька у нас писатель да ты сам уже проболтался с зрителем если кто досмотрит до середины будет знать что у меня муж писатель красивый как бугорочек какой как ежик маленький птички если под еще не машина сверчки или а это светофор что это светофор а я думала сверчок поет думчат зимой то он делает у тебя хвост торчит из кармана здесь памятник не хрюкай здесь еще шубы пальто отрадный основу 1956 году интересно население меняется у вас каждый год здесь в основном вся молодежь когда заканчивает школу уезжает в самару учиться дальше но есть колледж техникума техникум да называется было два техникума их соединили в один да вроде я помню соединяли там есть такие профессии как бурильщик по моему да что такое не вся нефтяник да изначально здесь нефтяники были добывали нефть стали строить городок и потом думали как же его назвать кто-то вышел на пригород и воскликнул отрадно назвали отрадной самара раньше тоже называли куйбышев когда-то изначально было город самара потом поменяли на куйбышев есть даже конфетки у нас куйбышевские по моему называется как то так они сейчас конечно вкус их не уже поменялся за много лет чем был допустим для куйбышевского В детстве они были очень вкусные, сейчас они гадкие какие-то стали. Года три назад упала. Сейчас конкретно не знаю, может поменялись. Потом опять Самара. В каком году назвали снова Самары? Недавно относительно. Да, Жень? Ну, ты что знаешь? Ну, назвали по-моему. В 86-м был Куйбышев, это точно. Я помню. В 86-м то я родилась. 400 лет было. В Куйбышев я маленький приезжал. На 400-летие сквер. Что он на Куйбышеву, 400 лет. Сквер Победы. Там мы уже много-много раз были. Птичек кормили. Вот и все, молодежь здесь уезжает. Остается старикельня, пенсионеры. А вчера мы ехали молодежи. Толпы такие были. Мы думали мы в автобус не влезли. А все куда-то рассосались. И мы в автобусе ехали полупустые. Все пешком, наверное, пошли. После Самары отрадный вообще маленький городочек. Здесь тишина, спокойствие. Пробок нет. Приезжаешь без проблем. Такси быстро подъезжает. Вызвал и сразу одеваешься. Выходишь и такси тебя ждет. В Самаре не так. В Самаре ждешь час. Бывает ждешь полтора. Ждешь пока такси приедет. Особенно с ребенком когда. Ко времени заказываешь и то опаздывают. Бывает. А здесь все быстро. А ты мне что-то другое сказал. Молык играет. Здесь фонтан. Ледом. Летом. Летом приезжали. Летом мы здесь были. Вон там он с техником находится. Как раз таки. Какие там профессии-то, Жень? Ну это. Не то. Газовики да нефтяник. Газовики да нефтяник. А еще есть. Какая кафедра. Социальная кодагогика есть. Кафедра социальная кодагогика. Не, кодагогика. А, просто кодагогика? Хотя бы хоть чуть-чуть. Сказал. Может кто соберется в отрадный ехать учиться. Тихо, спокойно. Магазины пустые почти. Очередей огромных нету. Ашана нету. Есть другие магазины. Магнит, гипермаркет есть. Большой. Другие магазины есть. Там вот художественная школа. Там художники учатся у нас. Школа искусственная. Ну там, наверное, не только художники. Или только художники живут? Ну что, давай тогда в каких-то магазинов я потренируюсь. И давай договоримся, где встретиться. Я предлагаю, может, возле Гранта. Так, ну вот мои дома. Такая получилась сумка у нас. Купила я полбу. Каша полба. Так она выглядит. 50-70 рублей. Ты можешь там потише, а? Тебе надо вот именно смотреть, когда я снимаю на камеру. Пироженки сказали с кремом. 81 рубль. Ну тут, в принципе, вот он. Что-то прогладывается. Попробуем. Так, грейпфрут. Кориандр. 8 рублей стоил. 15 грамм. А на рынке... Жень, ты специально вот реально? Цельный. На рынке стоит в 1 ложка 30 рублей. А здесь 8 рублей 15 грамм. Я взяла таких штук. Тут 5 штук, что ли. Ну, короче, много вот. Так, верну шерку я взяла. Цветочки. Сколько она? Она у нас стоила... Стоила 33 рубля. Так, вот 33 рубля. Такие вот цветочки. Это вот зимний супчик. И какие-то вот такие цветочки немножко другие. Она 23 была. Вообще вермишель у них очень много разнообразия здесь в отрадном. Очень интересные. Здесь 5 штук разных. Я их добавляю на курочку. Вот. Можно перемолоть. Хотя там молотый придавался. Так, помыла. Взяла 2 штуки пока что. 45 рублей. Надо побольше взять. Но там что-то какие-то одни... Без мякоти какие-то были. Одни в корке. Груши не было не взяла. Так. Взяла конфетки школьные. Когда-то покупала моего дедули. Он очень их любил. Они как коробка. То есть не шоколадные. Напробую, если это они, то я, в принципе, еще куплю завтра. 37 рублей. Так. Также я была в фиг прайсе. То, что купила в фиг прайсе, это будет отдельный обзор. Попозже немножко. Сейчас покажу. А, следующий конфет. Вот еще с халвой. Там, наверное, они шоколадные с халвой. В глазури, наверное, что ли. Должны быть вкусные. Вот. Купила вот такую вот. В подарок. Куки. Ну, это типа овсяные печенья. Я так поняла. Шоколадные с ореховой крошкой. Ну, с орехом. С шоколадом и орехом. Ну, похоже на овсяные печенья. Они где-то 45 рублей стоили. Убиваю еще вот такое печенье на пробу. Какое-то новое. Такое я еще не видела. Какие-то они с арахисом. Глазури. А, нет. Глазированные с арахисом, да. Убиваю сосочки вот такие люблю. Вот лимонные. Себе в рюкзак положу. 33 рубля. И взяла вот такие. Ну, тут, конечно, получилось у меня на 138 почему-то рублей. Вес 200 грамм. Ну, они, короче, нягенькие должны быть такие. И замерзли сейчас. Похожие на фрутеллу. Здесь я тоже набрала всякие. Яблоко, наверное. Вот, может, лимон. Какие-то они разные. Попробуем. Не знаю, как-то очень давно пробую что-то подобное. Не помню, даже понравилось или нет мне. Вот, и взяла себе такой вот хворост на вечер. Очень люблю хворост. Вот. Где-то 99 рублей она сдала. Вот. Такие у меня сегодня покупки. Вот. Остальное у нас, в принципе, дома есть. Вот такие вкусняшечки. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok